Ингрид Андреевна – аллеринская молодая российская киноактриса, знакомая с широкой публикой по кинокартинам под названием «На адекватные люди», «Билет на Вегас», а также телевизионному сериалу «Лондонград». Ингрид родилась в Розане 14 марта 1992 года. Именно в детстве девочка стеснялась своего необычного имени, которое от родителей, учительницы русского языка и предпринимателя получила в честь знаменитой норвежской киноактрисы Ингрид Бергман. Жены и музы режиссера Ингмара Бергмана, друзьям и знакомым будущая молодая актриса представлялась Ингой. Лишь спустя десяток лет поняла магическое звучание необычного имени, а как говорит Аллеринская, доросла до него. Детство будущей артистки прошло в Нижнем Новгороде, куда семью привез отец. На новом месте девочка жила с родителями Андреем и Тамарой Аллеринскими, а также сестрой Полиной. В свободное от работы время отец любил заниматься творчеством, снимал видео, мастерил подделки, шил. В 2001 году родители расстались, дети остались исключительно с матерью. В 2007 году Аллеринская переехала в Москву. В столице девушка окончила лицей, созданный при Московском международном университете, и школу юного журналиста при МГУ. После чего поступила на географический факультет Московского государственного педагогического университета. Но закончить учебу и стать учителем географии девушке не суждено было, так как биографию Ингрид ворвалось большое кино. Будущая звезда киноиндустрии попала туда случайно. На столичном фестивале Тектоника непосредственную яркую и стройную девушку, рост девушки составляет 170 см, а вес 54 кг, заметил кастинг-менеджер компании Амедиа. Ингрид пригласили на кинопробы для готовящейся дебютной киноленты начинающего режиссера Романа Каримова, комедийной мелодрамы о неадекватных людях. Еще поначалу девушка решила, что это некая афера, но оказавшись в киностудии убедилась, что агент сказал чистой воды правду. Ингрид Аллеринская успешно прошла кастинг и была утверждена на главную роль в сатирической мелодраме, где партнером девушки по съемочной площадке стал уже популярный российский актер Илья Любимов. Комедия «Неадекватные люди» в 2010 году получила гран-при кинофестиваля «Окно в Европу». На том же фестивале кинофильму было присуждено еще 4 приза, среди которых диплом за лучший актерский дуэт получила пара любимого Эллеринской. После неожиданного головокружительного успеха Ингрид решила продолжить карьеру актрисы и быстро оформила академический отпуск в Московском институте. Сотрудничество молодой актрисы с режиссером-постановщиком мелодраматичной комедии под названием «Неадекватные люди» продолжилось черной молодежной кинокомедии под названием «В дребезги», снятой через год после успешного выхода на экраны первого фильма. В кинокартине речь пошла о героях криминальных историй, у которых оказалось много общего. Ингрид исполнила роль школьницы, которая вместе с подругой однажды сбивает на дороге прохожего. В этом же году актриса засветилась в драме под названием «Смех и грех», где сыграла граммную роль Наташи, девушке, которая вынуждена стать подругой пожилого ловеласа Сергея, которого сыграл Дмитрий Журавлев. Затем последовало несколько эпизодических ролей в многосерийном фильме детективного жанра под названием «Наружное наблюдение», а также в сериале «Москва. Три вокзала», где девушке досталась роль стажера. На одной сценической площадке Ингрид посчастливилась поработать вместе с Владимиром, Стекловым Владимиром, Жеребцовым Алексеем Булдаковым. Далее актрису снова пригласили исполнить главную роль в приключенческой комедийной кинокартине под названием «Билет на Вегас», где в основной актерский состав также вошли Владимир Яглыч, Иван Стебунов и популярный российский актер Михаил Галустян. На этот раз съемки комедийного фильма режиссера Гора Киракосяна проходили не только в России, но и за рубежом в знаменитом Лас-Вегасе и пустине штата Юта. Среди прочих партнерами совсем еще юной актрисой по фильму стали популярной в западной индустрии киноактер Дэнни Треха, а также звезда голливудских боевиков Олег Токтаков. Яркой работой Ингрид Олеринской стали съемки в российской адаптации знаменитого испанского постпокалифтического многосерийного фильма под названием «Ковчег», вышедший на экраны под названием «Корабль». В данном фильме Ингрид Олеринская исполнила роль независимой и дерзкой провинциалки Ирины Зябликовой. В 2014 году фильмография актрисы пополнилась двумя работами – кинофильмом «В Москве всегда солнечно» и «Драмой о любви» под названием «Обнимая небо», где главные роли исполнили Александр Петров, Анатолий Белый, Любовь Аксенова и Екатерина Редникова. А Леринская попала во второстепенный актерский состав, сыграв героиню Наташу, дочь генерала Черкаса. Одной из самых успешных киноработ Ингрид стала главной роль в многосерийной российской кинокомедии «Лондонград». Партнером девушки по площадке стал Никита Ефремов. Других героев сериала «Блестящие» сыграли Павел Илин, Сергей Рост, Никита Панфилов, Гоша Куценко, Максим Виторган, Алика Смехова. Фильм производства компании СТС получил восторженные отзывы зрителей и высокий рейтинг 7,5 баллов по шкале АМБ портала Кинопоиск. Данный сериал стал для Ингрид Алиринской настоящим испытанием. Бойфренд Сергей Чугин был против съемок в Англии, да еще в компании столь молодых актеров. Причувствия и опасения Чугина оказались и вовсе не напрасными. Говорят, что на съемочной площадке многосерийного фильма «Лондонград» актриса завязала отношения с партнером по съемочной площадке Никиты Ефремовой. В 2015 году на телеканале ТВЦ стартовал показ мелодрамы «Нарушение правил», где Ингрид получила главную роль Веры Арсеновой, дочери богатого бизнесмена. Однажды девушка сбивает на предоумовой территории девочку Надю, которую играет Софья Хилькова. Мама-подростка Любовь Павлова, которую сыграла Евгения Дмитриева, предлагает Вере в качестве наказания пожить у них дома, выполняя работу исключительно по хозяйству. В этом же году актриса засветилась в комедии «Помню-не помню», в которой в главных героинь сыграли звезды телеканала ТНТ Наталья Медведева и Полина Максимова. В детективе, созданном по заказу ТВЦ «Чудные дела, твои господи», Ингрид сыграла сестру главного героя Боголюбова, которого сыграл Алексей Зубков, которому угрожают неизвестные люди. Как утверждает артистка, персонажей которых доводилось играть похожи на нее саму. Взрывной темперамент и бойкая манера держаться в компании вкупе с сценичным чувством юмора и душевной прямотой в полной мере раскрывает характер актрисы. Ингрид Аллеринская в 2015 году впервые приняла участие в рекламе. Девушка стала лицом ювелирного бренда, для чего снялась в развернутой фотосессии. В 2017 году Ингрид Аллеринская и Петр Романов стали главными героями рекламного ролика «Миромистин». О личной жизни Ингрид Аллеринской можно судить по активности в социальных сетях. Артистка регулярно выкладывает фото в Инстаграме и делится с поклонниками, фанатами, новостями в ВКонтакте и Твиттере. Однако касательно любовных отношений актриса предпочитать не распространяться, обсуждая со зрителями исключительно творчество и последний кинофильм. Неприятной страницей биографии, как утверждает сама Леринская, стал образовавшийся на людях роман с Ефремовым, о чем на всю страну сообщил бывший возлюбленный Ингрид, актер Сергей Чугин, с которым девушка встречалась на протяжении трех лет. Сейчас у Ингрид есть молодой человек, имя которого актриса держит в секрете, иногда выставляя на собственной страничке в Инстаграме совместные фото. В 2016 году завершилась работа по созданию детективной драмы под названием «Взлом», в которой Леринская преобразилась в главную героиню, похищенную девушку Катю, дочь подполковника полиции Алёхина, которого сыграл Дмитрий Марьянов, и подругу хакера Артёма, которого сыграл Владимир Гуськов. Для поисков девушки отец и жених вынуждены наступить на горло собственным амбициям и начать действовать в команде. В этом же году вышло еще две картины с участием актрисы под названием «Капитан полиции метро» и «Женщина без чувства юмора». В 2017 году на телеканале СТС состоялась премьера комедийного сериала «Вы все меня бесите» со Светлавой Котченковой в главной роли. Ингрид примерила на себя образ стервозной девушки, менеджера Карины. Сейчас актриса работает на съемочных площадках ряда проектов «Неадекватные люди 2», «Клерк» и «Высокие каблуки». Среди ее фильмографии хотелось отметить следующие фильмы. В 2010 она сыграла «Неадекватные люди», в 2011 – «Вдребезги», в 2013 – «Билет на Вегас», в 2014 – в трех фильмах «Корабль в Москве всегда солнечно, обнимая небо», в 2015 – в трех картинах «Ландоград», «Нарушение правил» и «Чудны дела твои, Господи», в 2016 – в трех фильмах «Помню, не помню», «Женщина без чувств юмора», «Вы все меня бесите» и в 2016 фильме под названием «Взлом».